это речь идет о трех фирмах посвященных волшебству мастерству уникального человека Долматова в Сандвичах, и знаете, я когда приведу пример, что это красная книга для уникальных людей, мы потеряли несколько человек досрочно, досрочно, мы потеряли Латенкова, здесь такое выражение, мы потеряли Чижика Икова Ивановича, уникального садовода, мы потеряли Бородича Владимира, моего друга, старшего друга, это все люди на уровне денег, каждый из них погиб, не умер своей смертью, а погиб, они были бы живы, если бы у нас была бы то, что называется красная книга, если бы была особая статья для особых людей, денег, чтобы это было так, попал человек в беду, но нет, еще не попал, сделали бы так, чтобы не упал один, разбил голову и умер реанимацию, чтобы не упал, не разбил голову другой и умер реанимацию, чтобы третий не дошло, чтобы нормально вылечили, чтобы он не лечился по принципу доброхода много, а отправили на тот свет, отравили, чтобы это были люди в красной книге, чтобы им был особый приоритет, как людям, которые делают страну, которые делают нашу жизнь богаче. Вот. И вот сейчас, Лиля, спасибо вам, я вас сестрой называю, да, я вам сейчас надиктую три статьи Талатова, вот, а вы вот сейчас, Лиля, пообещали, что будет три фильма, и люди узнают много ценного и про золотой корень. А что такое золотой корень? Тут, ух, где-то там-то. Да мы мешками отыскали золотой корень с этого, в Царский город. Молодые были, день туда, день обратно. Ночевали под сосенкой. Полные рюкзаки, только потом не знали, что с ним делать. Так, дальше пишет моя сестра Лиля, получил вашу книгу с автографом, читаю про него, чтобы продлить удовольствие. Так, теперь вы зачем-то, ну, почему-то вот здесь, я не знаю, что такое, вот здесь, если открыть. Давайте рискнем, выписали две ссылки. А, знаете, есть такое дело, что у меня здесь эти ссылки не открываются. Как мы с моим братом, укропьюточком, боролись, не открываются. Вторая, ну-ка. А это так. Ну, все понятно. Это вы убудрились и рекламирует мою книгу с одовольствием для его судьбы. А первое, видимо, кино, потому что они смогли открыть вот это. Ладно, идем дальше. А то никогда не закончим. Дмитрий Кузнецов, всем привет. Два года назад привил на старый яблок розовый налив. Ух ты, такой есть. Несколько сортов. Один слов привил Орловский седап. Привитые ветки еще не плодоносили. Яблоки розового налива стали меняться. Сейчас яблок на столе. Или на столе? Наверное, на столе. Где привит Орловский седап. Стали крупнее и похожи на Орловский седап. И самое главное, последнее яблоко начало в конце сентября. Притом, что раньше розовый налив кончался в середине августа. Здорово. А, так. Дмитрий, вы что, обновили? Вы что, не знаете, что в середине августа существует, а? Вы куда полезли-то? Все это за мной. Ладно, не обиделись. Нам наследство только ернчить и шутить. Братство не пускает туда за стол. Где делаются настоящие гноухи. Марина Кудина. Да. За несколько колец набдил Орловский садоводов, лак, мастикой. Остачками, книгами и саженцами для Сергея Желедова. Я из ВКонтакте. Так, теперь, я вслух прочитаю. Это телефон Марины Кудиной. Надо будет, лак, по секунду. Можете звонить по этому телефону, договариваться. Вот, я еще не знаю, есть ли у вас, ну, ко вскоре, если у вас книги на продажу или нет. Но, на всякий случай, диктую ваш телефон вслух. Итак, это Якульскобус. 8, 983, 245, 4374. Любая соцсеть. Я говорю, мы справились с сегодняшней работой. Ну, то, что Яна Александровна Савинець данные нам дала по существу. А там еще мельком, 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 на секунду открывалось ее письмо про то, что Суботина есть, или были, толком я не понял, сорта нашего великого садовода Байкалова. Так, об этом будет, наверное, с этого мы начнем в следующий вебинар. Когда я все это скопирую добросовестно. Так, что пишет Ирёвен? Ирёвен прощается, здоровья, благополучия. Раз. Марина Конина, остались брошюры. Ну, брошюры, я что я скажу? Что это самое? Продавайте, продавайте, что я скажу. А у меня спасение беруты. Вот. Что, не верю, вы все захочетели? Не верю, и все. Тогда давайте будем прощаться. Значит, как правило, я призываю вас, кроме того, что всего призывал, помогите оплатить. Ирёвен. Вот. А самое главное, вы поможете мне, вы поможете всей стране, если у него, это самое, я смогу продержаться еще какое-то время. Для этого нужно все, скруточку купить, которые мне цены. То есть, вы будете брать практически за один процент их истинной стоимости. тот, кто уже покупал, кто получил солидар. Если признали, Саша Бажарина. Ой, но не публичный человек. Это уникальный случай. где вы теперь искать будете? Тво фильма снято, когда он у меня на кухне сидел в чайпил. Так он стеснялся. И не речи о заслоке в казачке не может быть. Но ведь когда-то, я у вас купил трехлетний этот самый ланджурский абрикос. Вы сказали, к нему не переживаются эти культуры. Помните? За 300 рублей. Трехлетний. Выросил в Абакане. Я потом шли годы. Я показывал фотографии. Я показывал урожай. Он все больше похож уже не на ланджурца, а на этого. Вылетый Амур. Видимо, у него это, супруг Амур получился. Вот он. Я же 7 всего продал. И привитый. Три года он отвергал привитки. А потом он переехал в черте какую глушу. У него там здоровенный питомник, здоровенный сад. Все с одного началось. И первого, и последнего. Вот куда ученым-то надо-то. Вот мечта ученого, что не некому опылить, переопылить. Нет никакого влияния этой терегонии нету, которая я во всем голову за это самую наморочил. Вот. Которая на самом деле не существует. Помните? Жанна Украины. Вот бы этого Саша Мажерина было. Теперь через сколько лет? Разных лет дважды приезжал, фильм снимал. Звучало как фантастика. Может, может, никогда не приедет. А что мажорцев да надо-то, господи? Минус 50 выдержит. Не чихать, куда их отвезли? В какую захуталую деревню отсюда за 200-300 километров? Так, ну что, Александр, выбор, что-то вы взяли и написали. Придется продолжить. Допустим, до начала давайте откроем эту ссылку. О чем это? Ага, ну я уже вижу мажорский орех. Что там? Тут и так понятно. Так, тогда давайте что он прочитал, написал. Привил на мажорский орех грецкий пошла прививка на лист рожаней. Да какой волшебник? Да еще выборги? Ну вот еще одно направление. Пока я доказываю, что мажорский орех тоже это самое тоже мажорский орех, тоже орех, мажорский орех, тоже ценная вещь. Пока я доказывал, он на нем грецкий привык. Ладно, открою тайну. Я жил уже в неудаче. В черемушках я печатал много местных газеток. Ко мне один раз пришел на работу, на работе такой же электролизник, говорит, вот видите орехи, это с моего сада черемушек. То есть тысячи это от меня. Но там супер теплый климат черемушка. Я так и поленился договориться, съездить, чтобы нарезать черемков. И привить на мажорский. А мажорский у меня были уже однолетки. И только я забыл, другой человек мне звонит и говорит, у меня есть. Я говорю, привозите, поменяйте. Он привез мне веточки грецкого ореха, это второй последний случай. Возможно, на все черемушки их и было всего два дерева. Мало того, привез нормальные орехи, говорит, это с этого дерева. То есть мы подружились, обменялись. Я привел в мажорский орех грецкий один не пошел. Почему я назвал Александра из Выборга волшебник? Он меня тоже обижает. У меня не вышло, я вышло. Получается от меня польза есть хотя бы тем, что пожалуйста, что дело не безнадежно. Если железо не способен привить орех грецкий на мажорский, то другой способен. вот видите, знаете какой жирный лист? Тоже направление, но это читаем, сок листал, как изберем, прямо через сиренок. Ну вовремя это делали, значит во время сокодвижения. Наверное, у вас поэтому и удача. Это раз. Ну и наконец я хотел закончить разговор. Ну начинайте, покупайте у меня косточки ореха манджурского так ореха манджурского для того особенно Европа, чтобы потом привить на них грецкий. Манджурский даст разностойкость, а грецкий даст вкус. Вот и так как все-таки я не отрицаю, а наоборот подчеркиваю, что телегония существует, положили бы голову на плаху и сказали сейчас отрубим. Топор занесли, а я бы сказал телегония существует. Это значит, что а эритокин государства существует. Это два понятия того, что все-таки орех будет грецкий, он будет жирный, полноценный, мякоть, но в нем будет больше питательных веществ, от манджурца достанется. Это будет идеальный случай, потому что у манджурского ореха огромное количество питательных веществ очень маленькая мякоть, ядрышка. А у грецкого ореха вкуса легко добыть мякоть, так, ядрышка. Зато в нем питательных веществ в 10 раз меньше. Понимаете, что такое? Взять и гибрид сделать. Настоящий гибрид, чтобы и тот не терял качество. Грецкий оставался таким жирным, но приобрел целебное качество от манджурца и морозостойкость, потому что грецкий орех не идет на север, не идет, замерзает, не идет. Помню уже, чтобы до конца этот разговор открыть, я помню прекрасно, когда мне Саратова отказался прислать грецкие орехи мой друг Чернышев, ученый, ученый, так что не такой уж я этот самый изгой написал. Да не верьте вы про морозостойкость грецкого ореха. Тот все, которые с Казани их рекламируют, у него сад посреди Казани. Там тепло. А за конец все замерзает. Вот это был когда-то для меня романтика 30 лет назад. Для меня это было как холодный душ. Поняли, да? Поэтому прививки ореха грецкого на Мажурске имеют большие перспективы, имеют будущее. Вот. И этим надо заниматься. Александр из Выборга, пожалуйста, не бросайте это дело. тем более Вы уже железо произошли. Андрей, добрый вечер. Какой вкус яблоко между руками тайка? Сало как сало. Ой, показать у него на балконе. Сейчас уже не до этого. Вкус. Ну, как бы сказать-то. Вот если скажу вкусный, у вас устроить такой ответ? По-другому объяснить не могу. Мне бывало, когда меня спрашивали, какой вкус у шелковицы, а я не знал, что ответить. Я, знаете, какой кручился? Я сразу думал саженцы продать, а люди не знают, что это такое. Я говорю, у шелковичных ягод вкус слаще поцелуя. А-а-а! Тогда берем. Вот. Но это не научное сравнение. Так, друзья, все закончили. Пока никто не пишет, давайте быстренько прощаться. Напоминаю, у меня уникальная коллекция. Какая-то косточка может через 10-20 лет дать вам сотни ветер абрикосов. Несравнимое понятие. Причем очень высокий процент скорости. Очень высокий процент выживаемости. Очень высокий процент это самое что ну получается здесь минимальный заказ 40 штук. Но у меня бы получилось 35-40 этих сад из 35-40 саженцев. Каких саженцев? Деревья. Да вы видели мои урожаи. И стоило бы это чудо всего тысяча рублей 2200. Все заканчиваю. Как вас убедить чтобы раскупили у меня эти косточки? Куманик привожу. Друзья я с вами прощаюсь. До свидания. Елена Александровна спасибо что вы с нами вот что я от вас узнал не узнал напомнили Бондарев 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 А Бондарев это был уникальный садовод 19 века который дружил с самим Мичуриным вот бы тогда вот это моё геотехнику вот тогда очень было бы вот давно бы обогнали Европу сто лет назад до сих пор говорят этого не может быть потому что этого не может быть никогда до сих пор так Марина вы имеете совесть раз вы пишете я буду ждать вашего что вы напишете а спасибо так теперь вы снова пишете нет все до свидания друзья быстрее пока никто не пишет расстаемся буквально через 3 часа до следующего понедельника я с вами не прощаюсь вы там много много не успели ценно сказать много 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 если бы вы знали как легко убить деревья как легко это все это ваши руки вот как легко и как легко можно будучи патологоанатом доказать что можно делать что нельзя делать категорически категорически нельзя это нельзя это нельзя это нельзя это нельзя вот все до свидания все прощаемся это нельзя что не не это нельзя что это нельзя